Возможность реализовать собственный проект. Компания Роспан Интернешнл провела региональную научно-техническую конференцию молодых специалистов. В ней приняли участие более 60 конкурсантов. Они представили свои работы в сфере добычи нефти и газа, промышленной безопасности, экономики и энергетики. Отмечу, авторы лучших работ поедут в Нижневартовск, где будут защищать проекты уже на следующем этапе. Победителя же определят после третьего заключительного тура, который состоится в Москве. Лучшие авторские работы будут воплощены в жизнь. Каждый из них рассчитывает только на победу. Никто не хочет упустить такой шанс. Лучшие смогут реализовать в компании собственные проекты. Об этом мечтают все молодые специалисты. Руководство только поддерживает такие стремления. Не бойтесь быть амбициозными, не бойтесь предлагать новые идеи, двигаться вперёд. И действительно, те, кто настойчив, они и останутся жирными буквами, вписанными в историю нашего предприятия и историю нефтедобычи. Около 60 участников предлагают свои работы в области добычи нефти и газа, экономики, экологии, промышленной энергетики. Роман Смирнов и Роман Сунцов вдвоём изучали плазменно-импульсное воздействие на призабойную зону пласта. Несмотря на сложные термины, технология достаточно известна. Но молодые люди предлагают её использовать в новом качестве. Эта технология применяется в основном на нефтяных скважинах. Мы проецировали его на газоконденсатную скважину, потому что у нас, как вы знаете, газовая и газоконденсатная скважина. Но и в перспективе у нас также есть нефтяные участки, на которые тоже в дальнейшем можем применять эту технологию. Одно дело написать проект, и совсем другое – суметь защитить его. По строгой жюри внимательно изучать работы и не скупиться на вопросы. Но конкурсанты не сдаются, а слишком многое зависит от этого выступления. Время пролетает незаметно, и вот победители уже определены. Среди них Камила Веретенникова. Девушка третий год подряд занимает лишь первые места. Свой успех она легко объясняет. С детства на сцене нахожусь, да, и в театре занималась, и пела. Поэтому, наверное, вот это вот с детства, то, что я не боюсь людей, не боюсь сцены, помогает и сейчас в работе, в конференциях. И с каждым годом этот опыт, он понятно наслаивается и приносит свои плоды. Как оказалось, фортуна благосклонна и новичкам. Егор Земзюлин первый раз на ежегодной конференции. Поэтому немного удивлен своему призовому месту и продвижению на второй этап. Работы всех участников были достаточно интересные, на мой взгляд, достаточно актуальны. И я всех старался приободрить в течение конференции, чтобы никто не волновался. И в то же время и самому как-то было изначально волнительно выступать, но потом в процессе все волнение сошло на нет. Обстановка была дружественная, обстановка была приветливая, все это было очень прекрасно. Будут поощрены ценными подарками и денежными премиями. Победители конференции, номинанты первых, вторых и третьих призовых мест поедут на следующий этап. Это кустовая научно-практическая конференция, которая предварительно состоится в городе Нижневартовске. Если и там им удастся успешно выступить, молодых специалистов ожидает самый волнительный и заключительный этап в Москве. Он и определит лучшие работы, которые в дальнейшем могут быть реализованы компанией «Роснефть». Амина Дышекова, Артур Цверюк, служба новостей «Импульс».